Район Преображенское. Среди множества закрытых магазинов выделяется небольшая пекарня. Торговля в ней кипит. Туда полицейские направляются. Об указе мэра здесь как будто не слышали. Сейчас в городе Москве введен запрет на работу предприятия общественного питания с посещением граждан. Можно вложить документы, пожалуйста, и документы на предприятие. Продавец сразу теряет дар речи и начинает звонить хозяйке заведения. Она появляется в пекарне буквально через 5 минут. Временно приостановить работу ресторанов, кафе-буклетов, бары, закушенные, которые предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения граждан на помещение. То есть если люди к вам заходят, значит вы уже нарушаете указ мэра. У нас всегда на вынос, может здесь никто не сдать на вынос. Все очень просто. Если бы пекарня действительно торговала на вынос, то внутри не было бы ни одного покупателя. Теперь владелице грозит крупный штраф. Ну и пекарню придется все же закрыть. Вы знакомы с постановлением мэра? Да, я совсем знакома. О том, что необходимо перерасновить деятельность, за исключением товаров первой необходимости? Да, знаю. В этом магазине для взрослых искренне считают, что у них на витринах исключительно товары первой необходимости. А для прикрытия на прилавке латексные перчатки и антисептик. Здесь место для вашего объяснения. Соответственно, коротко, да, о том, почему вы нарушили кодекс административных правонарушений и указ мэра и так далее. Стражи порядка составили протокол и настойчиво попросили магазин закрыть. Полицейские также проверили магазины, где продают хозяйственные и спортивные товары, стройматериалы, сигареты, цветы и автозапчасти. В общей сложности стражи порядка выявили 350 нарушителей. Большинство из них добровольно согласились закрыть свои торговые точки. А 110 бизнесменам вынесены требования о прекращении противоправной деятельности. Денис Бушуев, Любовь Фомичева, Дмитрий Трудников, Петровка, 38.